Привет, друзья! Хочу поздравить вас с новогодними праздниками. Желаю вам здоровья и любви, фарта, как в сфере ваших коллекций и в поиске раритетов, так и по жизни. За этот год я снял для вас 113 видео. Было больше 4 миллионов просмотров. А на моем втором канале, Монетомания, посвященном только монетам, вышло 56 роликов за год и 70 тысяч просмотров. Спасибо всем, кто подписан на мои каналы, смотрит и пишет комментарии. Предлагаю вспомнить, какой это был год. Наконец-то начали проводиться слеты коллекционеров в Киеве. Я посетил его со своими коллегами-блогерами и сделал для вас отдельный выпуск. Мы постреляли из настоящего оружия, посмотрели редкие раритетные монеты Украины. Давайте посмотрим, как это было. Начинаем наше путешествие, потихоньку заходим на маленький вокзал. И что тут? И тут блогеры сидят. Гляньте, какие люди. Было много разных обиходных монет Украины. Были юбилейные монеты Украины. Также были очень крутые, красивые медали, выпущенные национальным банком. Ну и не только. А что ты, Миша, взял себе? Полная сумка монет. Полная сумка монет, вот это да. Не стесняйтесь. Смотрите. Травматический пистолет Форт 17. Называется. Мушка целит. Попал, попал, я вижу. Также, друзья, вы эксклюзивно на моем канале увидели 50 шагов. И я рассказал историю появления первых украинских денег. Герб на нем вырезан вручную, а не на копировально-гравировальном станке, как это дело Митина. Все цеховые монеты чеканились на гидравлическом прессе из различных имеющихся на заводе металлов. А их заготовки вытачивали здесь же, на токарном станке. Вы узнали, какая 1 гривна золотого цвета может стоить 29 тысяч гривен. Я рассказал вам о лучших способах хранения монет. Разыграл вот такой вот деревянный бокс. Что еще хотел сказать? Я, конечно, в таком боксе размещать рекомендую монеты, которые вы непосредственно достаете, смотрите, которые без капсул. Это серебряные монеты, которые, ну, скажем так, в таком состоянии, которые можно доставать и держать в руках. Это, например, античные монеты, которые очень приятно именно не запаковывать в какие-то капсулы. Или вот, например, вот в таком хранении заградированные. Конечно, грейдинг позволяет реально определять степень сохранности монет и оставлять монету в идеальном состоянии. Но иногда хочется подержать монету прямо в руках, посмотреть, как она у вас держится, как эта монетка выглядит реально вживую. А еще вы узнали, что можно было купить на золотые 5 рублей 1987 года. Мы покупали редкие монеты на площадке Виолити. Я показывал, что лично я покупаю, как там продаются монеты, какие цены сейчас на рынке. Ссылки на разные разделы этой платформы вы найдете под моими роликами. Так же, как и под этим, я оставлю вам ссылочку на раздел с редкими и пробными монетами Украины. Обязательно перейдите, посмотрите, что сейчас там выставлено. Возможно, именно эту монету вы давным-давно хотели положить к себе в коллекцию. Так же у меня появилась новая рубрика роликов на украинском языке. И я буду продолжать снимать эти выпуски. Перейдите, пожалуйста, в этот раздел. Посмотрите, оцените, как вам в выпуске фортового коллекционера украинскую мову. У этом видео я покажу вам все памятные монеты 10 грн. Из плавки на основе цинка, что вышли на этот год. Тираж всех монет по 1 млн штук. Но это не очень много, и в обеих такими монетами почти невозможно встретить. У меня есть на канале видео, где я рассчитываюсь этими монетами в магазинах. Мы разобрались с вами, какие 50 копеек 1992 года стоят дорого. 50 копеек 1992 года за 8000 гривен. А на сайте Violet она была куплена одним из коллекционеров за 8900 гривен. Как определить дорогую монету 50 копеек 1992 года? Как многие из вас уже знают, есть три стороны монеты. Аверс, реверс и гурт. Ну, конечно, важен еще и вес. Сочетание определенных сторон составляет цену на монету. Ну и, конечно, на ее стоимость. Начнем с аверса. Аверс на монетах Украины – это сторона монеты, на которой указано название государства. Штамп этой монеты 50 копеек 1992 года – 2,1, B, A, M. Ну, для тех, кто не интересуется нумизматикой, это просто сочетание цифр и букв. Сейчас я покажу, как отличить дорогую монету от обычной и визуально понимать этот штамп. И, конечно, самый трендовый выпуск в этом году – это какие монеты Украины нового образца стоят дорого. Как их найти? Я показал вам редкие браки. Действительно, эта тема зашла. Я буду снимать, продолжать для вас подобные ролики. Я показал вам, ну, супер редкие заготовки для наших гривен, на которых чеканились пробные монеты. Заготовки под одну гривну вот такого формата. Это очень круто. Это заготовка обычная на гривну из латуни. Луганский станкостроительный завод – это заготовка гривна 2014 года. То есть бывают они луганские, луганский станкостроительный завод без гурта. Бывает заготовка вот такая. Какие могут быть еще редкости? Вот такая заготовка луганская. Но здесь мы видим потрясающий, невероятный курт 1994 года. Это просто шикарнейшая находка. По стоимости такая заготовка оценивается больше тысячи долларов. Следующая заготовка также довольно интересная и редкая. Это одна гривна с гуртовой надписью 1992. Что не встретить в обороте? Это гривна на толстой заготовке. Посмотрите, какая невероятная просто монетка. Это гривна на толстой заготовке. Посмотрите, просто невероятная монета. Стоимостью больше 25 тысяч гривен. Посмотрите, какая у них разница по толщине. Очень яркий для меня выпуск. Это как я продал монету Украины и поехал в Египет. Друзья, это была моя первая поездка в эту страну. И я побывал в замечательном Каирском музее. Прикоснулся к древностям Египта. Друзья, если тема интересна, хотели бы, чтобы я рассказал как можно больше об этом месте. О Каире, о музее. Пожалуйста, напишите здесь в комментариях. И совсем скоро я сниму этот ролик, если вам эта тема интересна. Я еду в отличный отель в Хургаде, в котором можно расслабиться и получить удовольствие от жизни. И, конечно, ощутить магическое дыхание древностей в Каире. В эту неделю я много всего узнал. Посетил пирамиды. Прикоснулся к артефактам Египетского национального музея. Это крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Пообщался с местным историком и знатоком Египта. Добавил экстрима и скорости в размеренную жизнь коллекционера. Сделал обзор монет Украины в глубинах Красного моря, в котором рассказал, какие монеты Украины стоят дорого. Полностью забыл, что такое сон на эту неделю, так как по ночам мы отдыхали в местном клубе. Приятные знакомства и новые подписчики моего канала. Короче, смотрите, это будет динамично, очень весело. Я продолжаю свою рубрику с поездками по музеям и барахолкам в разных городах и странах мира. Ссылка на плейлист «Феномен барахолки» будет в описании. А еще в этом месяце я разыграю вот этот замечательный новогодний подарок среди тех, кто оставляет комментарии под моими видео. Это набор монет Украины, покрытых настоящим золотом 999-й пробы от моих друзей компании «Золотой слой». И ребята дают гарантию на покрытие золотом своих изделий. И вот такой вот набор я разыграю среди тех, кто оставляет комментарии под моими видео. Мы выберем определенное количество видео, случайным образом ролик выпадет, и случайным образом придется победитель, тот, кто подписан на мой канал и оставил комментарий. Так что обязательно оставьте комментарий под этим роликом и под выбранными вами предыдущими роликами на моем канале в этом году, который вот ушел. И, друзья, спасибо, что посмотрели вот такой вот новогодний, можно сказать, выпуск. Всем еще раз здоровья, любви, фарта, удачи. Оставляйте комментарии, принимайте участие в моих конкурсах. И всем пока, друзья!